Спасатели вытащили из огня четырёх человек. К счастью, в пожаре в гостинице никто серьёзно не пострадал. Возможно, скоро ездить на учёбу в соседнее село не придётся. Суд отменил решение о реорганизации школы в селе Андронова. Полтайскую Масленицу везут в Красноярск. Чем будут удивлять гостей зимней универсиады? Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Сегодня утром в центре Барнаула по дороге вновь текла вода. В чем причина очередной коммунальной аварии и как она повлияла на жизнедеятельность города, узнают сейчас наши корреспонденты. Но накануне вечером никто не погиб и, к счастью, серьёзно не травмирован. Спасатели вытащили из огня четырёх человек, которые находились в гостинице на улице 80-й гвардейской дивизии 2А. Там случился пожар. О причинах возгорания пока не сообщается. Чтобы его ликвидировать, потребовалось более 80 человек и 27 единиц техники. Местные жители, которые стали свидетелями ЧП, говорят, что несколько часов весь микрорайон был в дыму, стоял едкий запах гари. Общая площадь пострадавшего от огня помещения 300 квадратных метров. Ну а эти квадратные метры останутся у школьников. Уже четвёртый год жители села Андронова Тюменцевского района борются за то, чтобы их дети не ездили за несколько километров в соседнее село, а учились в своём родном. И вот, наконец, стало известно, что Тюменцевский районный суд отменил решение о реорганизации Андроновской школы. Это значит, власти должны вернуть филиалу статус основного образовательного учреждения. Напомню, люди были возмущены тем фактом, что огромная двухэтажная школа стояла практически пустой. Против решения чиновников о реорганизации жители выступили ещё в 2015 году. Правду искали в суде. Это наша небольшая победа, так как власти хотят обжаловать это решение в краевом суде. Но мы сдаваться не будем. Мы будем идти до последнего, до конца. Мы надеемся, что до победного. Как поясняют участники заседания, суд счёл действия Тюменцевской администрации незаконными. Нормативный акт, который утверждал статус филиала Андроновской школы, не был правильно оформлен. Нарушили и саму процедуру, не учли мнения местных жителей. А главная причина – оптимизация, экономия, вряд ли оправдалась, рассуждают жители. К примеру, сейчас половина учеников возят в соседнее село, а это ежедневные траты на бензин. Но эта проблема гораздо серьёзнее и масштабнее. Зарплату в конвертах получает почти половина людей трудоспособного возраста региона. Такую статистику накануне озвучили представители трудовой инспекции и краевые депутаты в рамках круглого стола, который прошёл в законодательном собрании. Если говорить языком цифр, то серую зарплату получают более 600 тысяч человек со всего края. В основном работники торгово-розничной сферы, сельского хозяйства, а также механики и строители. Теневой бизнес наносит ущерб не только экономике региона, отмечают чиновники, ведь все неуплаченные налоги заработника остаются у предпринимателя. А прежде всего страдают сотрудники предприятия, ведь юридической защиты в виде договора у них нет. Соглашаясь работать неформально, работник рискует получить заниженную заработную плату, не получить заработную плату в случае любого конфликта с работодателем, отпускной или вовсе не пойти в отпуск, оплату людской нетрудоспособности, пособие по безработице в полном объёме. Он может полностью лишиться социальных гарантий, предусмотренных при увольнении. Кроме того, зарплаты работника не будут производиться пенсионные числения. Одна из приоритетных задач властей, трудовой инспекции, а также надзорных органов снизить неформальную занятость среди населения. Помогают в этом внеплановые проверки трудовых договоров на предмет соответствия требованиям законодательства. Кстати, за четыре года такой работы удалось вывести из тени и восстановить трудовые договоры 110 тысячам сотрудников. С Алтайской Масленицы прямиком в Красноярск на Универсиаду. Развлекать спортсменов будут и артисты нашего края. Из 130 заявок всероссийского конкурса проектов выбрали всего 8, мы в их числе. О том, чем Алтай будет удивлять зрителей со всего мира и как сейчас проходят репетиции, выясняла наша съёмочная группа. Разодеться в пух и перья. Так, по традиции, девушки выходили к женихам на Масленицу в самых лучших нарядах. Вот и алтайские артисты с не менее широким размахом предстанут 10 марта на Универсиаде. Поступать от Алтая будут 44 артиста из Бийска и Барнаула. Обещаю, что программа будет очень оригинальной. Я подала именно эту программу, потому что я поняла, что универсиада как раз проходит в то время, когда идёт Масленица. И как бы не показать иностранным гостям со всего мира наш вот этот праздник широкий, но это невозможно. Все секреты журналистам открывать не стали. Известно лишь, что развлекать публику будут не только танцами, но и бытовыми сценками. Например, общением тёщи и зятя. Как утверждают постановщики, программа сложная. Между тем, времени на репетиции остаётся всё меньше. Мы за голову схватились, потому что в короткие сроки мы буквально всех звукорежиссёров, которые более-менее могут работать с народным материалом, подключили. Много раз уже с Ольгой Ивановной делали Масленицу в Новый Терышкино, но новая площадка всегда, наверное, волнительная. В культурной программе алтайских артистов задействуют и огромных кугол. Ростовых. Выступать в тяжёлых костюмах придётся как парням, так и девушкам. Нужно не только в них уметь двигаться, ещё нужно носить, уметь носить на себе. Поэтому у нас очень много функций, мы постараемся их все выполнить. Мы будем не только выступать на сцене, но и развлекать народ, который будет приходить, смотреть на артистов. Через две недели наши отправятся в Красноярск. А уже 10 марта в рамках семичасовой программы алтайские актёры и танцоры выйдут к зрителям несколько раз. Политина Аскерова, Ирина Харитон, Николай Шилко. Наши новости. Буквально через минуту о погоде будет прохладно. А вот настоящий оттепель обещают жителям края в начале марта. Правда, это никак не будет связано с температурным режимом за окнами. Просто так и называется новое шоу. Самое красивое, по мнению целого ряда светских изданий, девушки страны Веры Брежневой. Певица обещает исполнить самые известные хиты. Популярность к Вере пришла вместе с успехами коллектива «Виагра», в которой она пробилась во время кастинга. Затем ушла в сольное творчество. Правда, и там не затерялась. Хит «Любовь спасет мир» побил всевозможные чарты и стал народным. Одной сценой Вера не ограничилась, снялась в нескольких кинолентах. Так, картина «Любовь в большом городе» только добавила популярности исполнительницы. Где и когда можно будет увидеть и услышать Веру Брежневу в Барнауле, она скажет вам прямо сейчас сама. Привет, прекрасный Барнаул! Совсем скоро, 4 марта, мы увидимся в Театре драмы. Ваша Вера Брежнева. До встречи! Очень жду! В завершении выпуска «Традиционно о погоде» спонсор прогноз погоды компании «Эвалар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству, «Атероклифит» – натуральное лекарство для снижения холестерина. «Атероклифит» – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу! «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На территории края почти везде ясные небольшие морозец. В Рыбцовске до 7, ниже 0, Аббийске до 5, в Белокурихе до 3. В Барнауле пасмурно, юго-западный мореный ветер и до 4 мороза. Напоминаю, телефон редакции Барнауле 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи!